Напоследок, перед каникулами народные избранники рассмотрели ряд социально значимых вопросов на очередном заседании регионального парламента. Изменения коснулись объема финансовой помощи в области медицины, образования и сельского хозяйства. Также один из вопросов коснулся льготников. Как они будут оплачивать коммунальные услуги, узнал наш корреспондент. Перед каникулами народные избранники подводят итоги. На повестке дня несколько важных вопросов. В основном это поправки федеральной законы. Например, о капитальном ремонте многоквартирных домов. С тем, куда будут перечисляться деньги, многие жители уже определились. Теперь они смогут выбрать сроки начала работ. Но это все пока на бумаге. Как будет в реальности, покажет практика. Законы все работают. Пока каких-то таких нареканий, что-то где-то пока нет. Если что-то будет происходить, нужно максимально это все темы оперативно устранять с привлечением общественных организаций в сфере ЖКХ, администрации, нас, депутатов. То есть мы здесь готовы жителям еще также в разъяснительной работе помочь. Также будет оказана и финансовая помощь. Первые средства на ремонт выделят из областного бюджета. В него также были внесены поправки. Из федерального центра на второе полугодие поступили дотации и субсидии в размере около 2 миллиардов рублей. Часть этих денег пойдет на погашение кредиторской задолженности. Но это, говорят депутаты, не последний транш. Мы еще рассчитываем 5,5 миллиардов получить на замещение кредитов, которых у нас очень много. И банковский кредит сменить на федеральный кредит, который 0,1% всего лишь. Пока долг не погашен, средства будут направляться в пользу приоритетных направлений. Среди них образование, медицина. Значительная сумма предусмотрена на программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Около полутора миллиардов. Большую сумму планируют перечислить до конца года и фермерам. Ведь впереди уборочная кампания и заготовка озимых. 310-312 миллионов сельскохозяйственных работ получат эти средства. Я думаю, что в той ситуации, когда они не очень удовлетворены сложившимися ценами на вырученную продукцию, конечно, они будут хорошим подспорьем. Рассмотрели депутаты также вопрос, касающийся оплаты коммунальных услуг льготниками. А именно, возмещение потраченных средств, которое раньше осуществлялось по стандарту. Из-за этого многие льготники переплачивали. Теперь областной бюджет будет компенсировать ровно половину. Причем неважно, сколько будет вылета воды и сожжено киловатт энергии. Эллада Бжалимова, Станислав Жижин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.